Сегодня воскресный день, вышли из храма. Это липа, это зеленая. Посмотри, Валда, какая береза и какая липа. Липа зеленая. Тоже уже листочки повяли. Вчера вечером лает и лает собака, лает и лает. Я ночью подошел к Ренке. Ренка говорит, что лаешь? Она на меня посмотрит. Иди спи, а ты всех разбудила. Она раз залезла. Лает и лает. Я думал, может быть зацепилась. Хозяина нет. Может быть бывает, что зацепилась там. И так далее, и так далее. Спасибо Христос. Хозяина нет. Надо в матушке сказать, чтобы... Давно пишешь, а не назад. А то непрерывно, так сказать. Всю ночь, пока не подошел. Да. А сказал, успокоил. У меня просьба ко всем, пожалуйста, обратите внимание. Ну, это неделя последняя, наверное, вот такая красивая. А дальше у нас дожди, и снег, и зима. Давайте сегодня занятия проведем в одиннадцать, чтобы было больше времени сходить куда-то, посмотреть, пофотографировать. Заня... Что за... Предлагает занятия в одиннадцать провести. А... В одиннадцать? Не знаю. Ну подумайте, пожалуйста. Надо, чтобы это было по согласию, и не забыли. Я не говорю, что вот давайте... Я поддерживаю его. Я поддерживаю это. Давайте поднимите руку. Кто за это? Да. А вы еще стоите. Ну, так и придем. Ну, слава тебе Господа. Ну, еще и договорились. Так. Это неделя последняя. Мы в четверг думаем уезжать. Еще раз говорю. Кто едет в город, помогите нам часть перекинуть туда. Потому что у нас много... Это не грузовая машина, а грузопассажирская. И там картошки. Еще раз говорю. Что мы увезли? Ни одной картошки нам еще не попало. Мы сразу отвозим, кто нуждается. Мы не продаем. Это... Вы участники доброго дела. Люди в городе пожилые, у них ничего нету. Игорь, я очень прошу, когда едешь, если есть хоть немножко возможность, Обрати на нас внимание. Мы такие немощные. Первые годы я нанимал Татра такая была там вообще. Сейчас никого нету. Так, Алексей, я тебя прошу. Ты уже помогал. Так, теперь какие вопросы у вас, что? Вы постарайтесь сегодня приготовить. В 11 сегодня здесь будет занятие. Это понятно. Ясно, что я больше здесь у вас говорить не буду. Да, я бы не говорил, если бы... Я говорил, что каждый раз, что вы как у нас там считали, Две проповеди Иоанна Златоуста в Барнауле. Если вы не будете говорить, я выйду. Я не запрещен, повторяю. Я сам отошел добровольно. А раз никого нету, чего же мы будем ни с чем возвращаться? Тем более я не просто беру, считаю. Я размышляю и гляжу на сегодняшнее время. Как это? Во свете Библии на сегодня, вот как это выглядит. И поэтому, если какие-то конкретные вопросы есть, Кого-то, говорится, обидели, отняли что-то, мы всех просим прощения. Мы уезжаем сразу трое. Может еще что-то у нас тут решится, но мы уже все подготовили. Эта неделя была очень насыщенная. Все пруды батюшка посмотрел, тут заросшие, как вода потечет батюшка. Этим занимаемся мы. Мы все прошли. И сейчас занялись вот этот, называли матушкин пруд, рядом. Там он, вот сейчас пойдет, мимо, посмотрите. Просто там полностью выведены из строя. Откуда там понесло? Деревья падали, сухие, сучки. Ну то есть ворох. И там, и там, и там. Вчера распилили где надо. Если Господь благословит, мы завтра там свободно будем. Пойдем. Прошу, кто деревенский желает, подойдите. Вытащить. Ну распилили довольно тяжелую. Береза, которая наклонена, переломлена, ее допилили. На чурки распилили. И вычистить. Здесь мы купались. Там вот так вот становился, руки поднимал, и выше вода была. Это первый поруд. Рядом колодец, вон уже. Вы-то приехали позже. Завтра нам хочется его загородить. Но, вы смотрите. Так, я видел уже, какая история. Подходят и разгораживают. Но это не годится. Люба, у тебя скотины нету. И когда идешь мимо, подсказываем, чтобы не делали этого. Мы с таким трудом это все делаем. Это очень тяжело. Загораживаем вокруг. Скотину не напоили там, а сюда подгоняют. А там лужа одна, грязь. Сюда. Прямо отрывает и загоняет. Что такое? Договорились, что вот этот Камагориха, мы называли лагерный пруд. К нему не подгонять, поить. Я бился за это сколько времени. Сейчас никто не подгоняет. Потому что вода поднялась. С берега она сразу. Копытами, которые земля здесь есть, она в грязь ее сталкивает. Ну и все. Это очень дорогое удовольствие. Вот этот нам, чтобы очистить его, сразу запросили миллион. И поэтому мы приблизиться не смогли. Мы просто поднимаем дальше. И одновременно везде вода поднимается. У нас выход один только. Поднимать дамбу. По милости Божией, мы успели сделать все. У нас не сделано, а работы нет. Вот только последний этот. Ну даже, даже, даже просто прийти и сучок какой-то вытащить. И нам уже будет легче. Мы загораживаем. И теперь все эти сучки выкинуть. Мы сделали сток. Вот видите, почему так идет. Его засыпать нельзя. Я говорю, батюшка, раз не можете ехать, давай засыпем. А как весной вода? Я говорю, так вот то-то и оно. Мы же все обдумали. Сток, а дальше остается. Туда коров не запускать. Это у меня просьба вам. Ну, никто же не ремонтирует. Нет, мы уже пятый раз, наверное, столбы ставим. Железные бы поставить. Нет, не железные. Не было и не будет. А почему так делаете? Мой дед здесь жил. Все построил, все сняли. А отец жил. Раскулащенные были. Все ушло на слом. Теперь мы, и мы тоже делаем и трясемся. Завтра или послезавтра. Я был в Латвии. Там вот сарай какой из камня сложенный. Ему прапрадед поставил. И он по сегодняшний день не прикасается. А я вложил капитал. А куда? Поэтому мы на подсобном материале все это и делаем. Мы даем объяснение. У нас ничего нет. Мы ограблены. Началась инфляция. Мужчины стреляли сами себе. Полная разруха. Ничего нет. Работы нет. Закрыто. Зарплату не дают. Лихие девяностые говорят. Это ни в одном государстве так не обращались с народом. Сегодня прямо везде пишут. Геноцид русского народа. И не где-то в правительстве. Не знаю. Не знаю. Я не понимаю. Мне хватает. Но а кто я такой? Главное, что мы можем свободно молиться. А у пророка Осии написано так. Ибо это время лютое. Каждый молчи. Еще, значит, время не пришло. Время злое. Нельзя рот будет раскрыть. А сегодня мы везде свидетельствуем. Говорили. Я ввел занятия в университетах. Из Москвы пришло указание. Всем отказали. За меня ходатай стал губернатор. Губернатор там, в Москве. И бесполезное дело. Всех выгнали. Государство боится, где бы какой шаман не зашевелился. Чтобы кто не обличил их. Хотя я ничего не скрывал. И словом Божьим занимались. Ходили на занятия из краевой администрации, КГБ. И претензий не было. На радиостанции, на телевидении везде отказали. Запретили верующим. И поэтому у нас выход только один. Идти. В государстве приняли закон. От отборки добились. Вне закона поставить свидетелей Югова. Вы это слышали? И у них 475 было царства. Зал царства. Огромные такие дома. Все конфисковали. Их сейчас сажают. И сроки накручивают такие. Уже волна поднимается буквально в эфире. За что? А они кровь не переливают. Ну это его дело. Он выбор такой сделал. Кровь не переливают. Так а люди умирают. Покажите кто? Что? Показали одного, который к ним и ходил-то два раза. А вот от того, что уколы делали. И запечатанные эти были шприцы. 475 человек в Элисе заразились ПИДом. Детей малых. Это большая разница. Это его выбор. Они, свидетели иеговы. Еретики. Даже еретиками нельзя назвать. Еще хуже. Но они не нарушают государственный закон. Хорошие работники. Крепкие семьи. Помогают всем. А в государстве, которое не теократическое. Больше это и не надо. Путину уже я узнал. Жалобы идут со всех сторон. Не их, а другие. На каком основании? Европа бунтует против наших законов. За что? Я не свидетели. В полном смысле мы свидетели иеговы. Да. На самом деле. Но мы ни к их секте не принадлежим. И поэтому ты помолись о них. Господи. Они страдают. Они только крепче делаются. Они так. Мы их закроем. И они все бросили и ушли куда-то. Никуда. И люди на работе видят. Все отняли. Пришел из здания. Приехал в гости. И проповедовал у них. Шесть лет. Через шесть лет вернется в Данию. Шесть лет. Какой же закон? За убийство пять лет дают. И он проповедовал. Студент. Был здесь. И осудили на шесть лет. Волна нарастает больше и больше. Все знают. Примутся за нас. Одного мнился там есть такой. Он говорит. Когда брали коммунистов. Я не коммунист. Я промолчал. Он их. Кажется. Летеранин. Когда стали гнать католиков. А я не католик. Я промолчал. Стали профсоюзные деятели сажать. А я не профсоюзные. Когда пришли брать меня. Никого уже нету. Все просидел. Это все вошло как в поговорку сегодня. А что? Слово замолвить. Я уже не один раз в роликах везде выступал. Призывал справедливости. Бороться с ними надо. А как? Константин. Как только православные из подполья вышли. Еще пришли. Руки согнутые. На железо раскаленное ставили. Он руки целовал им. И сразу же еретиков сослать. Ариан по тюрьмам. А Константин зашел. Решайте вот за этими столами. Никого сажать не буду. Я простым языком говорю. Это язычник говорил. Который крещение принял уже. Несколько часов до смерти. Садитесь. Доказывайте что вы правы. Он там нашел. Мамо. Это отец по грузински. Мамо Басил. Это отец Василий. И он решил бороться с этими. Свидетелями Его. Им пришлось. Кажется 4 тонны литературы. Он перехватил контейнера. И все сжег. Один корреспондент какой-то пришел. И нехорошо написал. Он явился со сварочным аппаратом. И у редакции запаял всю дверь. Они выйти не могут. А полиция смотрит смеются. Ничего не могут сделать. Я был в Грузии и говорил как. Посадили. Теперь взяли за него. И Америка все поднялись. На каком основании. Понимаете. Рано или поздно. То что ты сеешь. К тебе вернется. И все. Он вернулся. У него команда была большая. Кто-то выходит. Там из редакции. Или где-то. Они молятся. А кто-то там снимают. Они бросили. Сразу отняли. Перетрясли. Вот. Теперь все. А он поднялся против патриарха. Илии. На месте не стоит. Зло выборочно не бывает. Такая фраза есть. Если ты это сделал где-то. Оно вернется к тебе. И кроме того. Начнут страдать ближние. Я просто. Подготавливаюсь. Прощание с вами. Закладываю вам как бы программу. А я не могу пойти там заступаться. Ну. Молите. Воздохни. Они винно страждущих. Господи. Обрати их в святую православную веру. Ты можешь. Ночью. Тайно. Неслух. Тебя никто не запишет. Почему мы должны быть безучастными. Горю другого. Нам же написано. Даже любите врагов ваших. Тем более. В одной стране мы живем с ними. Да. Они веритики. Я с ними занимался. Видел их. Но обращаются к Богу некоторые. Вот. Я вам прощальное слово говорю. Может здесь уже больше не будем. На занятиях прошу прийти. Если есть вопросы. Задать. Мы старались. Делали что могли. Четыре месяца. Так. Не так. Вы говорите нам все в лицо. Пока мы не уехали. Чтобы не наушником быть. А конкретно. Даже сейчас. Что не так. Мы постараемся разъяснить. Почему мы именно так поступили. Теперь. Чуть не забыл этот вопрос. Рост потреб. Нет. Рост охоты. Видели наши ловли. Где. Это браконьерство. Мы приезжали оттуда. Она. Она. Меня повезли туда. Галя. Галина Александровна Загуляева. И. Мы объяснили. Пруды. Это лужи были. Их нету. Это не государственное. Мы их. Я больше миллиона заложил. При минимальной пенсии. Бомжа. Это не просто так. Дальше. Рыбу. Зарыбили. Мы сами. Других мест привозили. И покупали. Как я вам должен. За каждого карася. Там 250 рублей. Приехали сюда. Но. Потом сказали. Что. По щадящему режиму. Они. Лучше. Не выставляете. В интернете. Люди. Спрашивают. А говорю. Ответьте. Теперь. Один вопрос стал. В наши пруды. Опь. Не протекает. Опь. То есть. Если это идет. Общее. Государственное. Тогда. Ну. Я не имею права. Сетью ловить. А здесь. Никак. Нету. Когда там. Сняли. Карту. Где мы были. Там. Только два пруда. Южный. И Рыжковский. А эти. Вообще. Отсутствуют. Когда. Начиналось. Потерять. Еще не было. Какая река. А тут какая-то. Кто-то карандашом. Или что-то черкнул. Да не было. Никогда. Здесь не было. Гор нету. Ниоткуда. Рыба не попадает. А вы докажите. А что доказать. Нужна быть комиссия. Что для этого нужно. Комиссия. И сколько стоит. Это. Несколько миллионов. Ну да. Люди сидят при должности. Несколько миллионов. За то, что приедет вот одна. Вот. Дайте ей. 500 рублей. Скажи. Дорогая сестра Ангелина. Перефотографируй со всех сторон. И она отдаст все. Несколько миллионов. Это над нами так издеваются. Вы знаете. У нас нынче рыба была на каждом столе. Если надо рыбу. Сегодня дадим. Мы с тобой улазим. Большой карась. Здесь. У нас в среднем получалось 60 карасей. Каждый день. 15 дней ловили здесь. Ну. Караси то еще остались. Да. Все. Ну все у меня. Мы надеемся от вас хорошие местности получать. Küхе. Паранидуй за замку. Все с annuallynoя Province они находятся. Он перерыв за прессормиaineе наш исключение. Уномитая к дальнейшей дороге. Быстро стоят в театре, деревне.